Всем привет, меня зовут Диана и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я захотела сделать расхламление и организацию своего шкафа вместе с вами. Мотивация для того, чтобы наконец-таки расхламить и выкинуть все ненужное, послужила книга, которую я прослушала недавно, «Прощайте вещи», автор Фумио Сасаки. Очень советую эту книгу именно тем, у кого особенно привязаны с к вещам, и вам жалко выкинуть вещи, как раньше было мне это сделать жалко. Для начала, что я буду делать? Я открываю свой шкаф и смотрю по категориям. На самом деле, я буду применять метод KonMari в своей организации. Складываю вещи, давно по ее методу мне очень так удобно. Использую разные органайзеры, но она предлагает выложить все ваши вещи на кровать, со всех мест, с комодов, со шкафов. Я же так не буду делать, мне гораздо удобнее смотреть сегментарно. То есть сначала я начинаю с вешалок, просматриваю все вещи. И по KonMari вы должны смотреть на вещи и быстро спрашивать, люблю ли я эту вещь, доставляет ли она мне удовольствие. Если же ответ «Да», тогда мы оставляем эту вещь. Если же вы сомневаетесь или же ответ «Нет», то, скорее всего, эту вещь нужно выкидывать. Я же это делаю несколько заходов, несколько дней, потому что сразу много времени у меня не было. Я просто прохожусь по всем своим вещам. Начинаю, как я сказала, с вешалок, некоторые вещи примеряю, чтобы посмотреть, убедиться. И потом буду расслаблять. Сразу буду складывать все кучки, вещи, которые точно не оставляю, и кучка, над которой я подумаю. На самом деле я это проделала каждый вечер в течение недели. И каждый раз убирала все больше и больше вещей. Смотрю также на вещи, которые морально устарели, либо же на них видно, что они устарели. Я не хочу такие вещи носить дома. Мне хочется ходить в красивых вещах, поэтому от них сразу избавляюсь. Есть вещи, которые я одеваю довольно редко. Например, праздничное платье, черное маленькое платье. Но я понимаю, что я его еще раз одену обязательно, поэтому, конечно же, такие вещи оставляю, которые редко одеваю, но которые мне очень нравятся. Оказалось, у меня в гардеробе очень много платьев. Вроде я живу не в такой теплой стране. В Латвии довольно холодно. И лето у нас бывает не так много месяцев в году. Но все же платья люблю, их оставляю. И смотрю, у меня очень много офисных рубашек, которые уже даже вышли из моды. И это не является классикой. Их, конечно же, тоже выбрасываю. Я их очень давно носила. То есть, вы понимаете, я разбирала гардероб очень-очень давно, потому что каждый раз я оставляла эти рубашки, и каждый раз я к ним не притрагивалась. Они как висели на вешалке, так и висят. Просматриваю вещи. Я советую вам делать так же. Не вываливайте все на кровать, иначе у вас будет бардак, и вам придется потратить как минимум один день, чтобы все расслабить. Поэтому делайте, как я. Берите понемногу из шкафа и смотрите, чтобы это не затрачивало много вашего времени. Особенно, если у вас есть дети, муж, другие дела по дому. Я проверяю так же составы вещей, их размер, потому что многие вещи мне стали просто маленькие, но они мне до сих пор нравятся. И их я стараюсь тоже не оставлять, потому что когда я похудею, вы знаете, тогда мне понравится уже что-то другое. И мне понравилось в книге, о которой я сказала в самом начале, Фумио Сасаки «Прощайте вещи», в ней я подчеркнула для себя очень главную мысль, о которой раньше не задумывалась. Вещи, которые у вас висят в шкафу, которые вы не носите, нет смысла их жалеть и оставлять. И знаете, они занимают место, вы плачете над ними, но все равно их не носите. Эта вещь отслужила свое, вы потратили свои силы, деньги, энергию на нее. Все, этот путь закончен, вы ничего не можете взять с нее, она вас больше не радует. Поэтому нужно со свободным сердцем от нее просто избавиться. Либо же кому-то отдать, либо продать, если вещь очень ценная или в хорошем состоянии. Я смотрю, что у меня тут еще есть. Внизу у меня находится обувь. Я использую такие органайзеры из Икея и просматриваю, что же у меня там есть. Также заодно протираю все тряпочкой, там скопилась некоторая пыль. У меня уги находятся в коробке, потому что они просто не влезли в органайзеры из Икея. Смотрю обувь. Некоторая уже тоже устарела, плохо выглядит, от нее буду избавляться. И знаете, у меня, может быть, немного поменялся вкус с прошлого года. У меня есть также большой кофр. В нем находится обувь на высоком каблуке с длинным голенищем. Я мамочка в декрете, как я сказала, такую обувь пока не ношу, но это не значит, что я от нее буду избавляться, потому что, когда мне она понадобится, я не хочу в пупыхах искать, что-то покупать. Она мне нравится, она в хорошем состоянии, здесь все чисто, аккуратно лежит, поэтому я оставляю всю эту обувь. Поэтому, видите, я не придерживаюсь правила, что если вы не носите обувь или одежду год, тогда ее нужно выкидывать. Я же делаю это от сердца, смотрю, буду ли носить эти вещи. Если я очень люблю, но редко одеваю, я ее оставляю, конечно же. В кофрах, в таких специальных органайзерах Икея у меня находится несколько пар. Я не кладу по одной паре, иначе это будет занимать очень много места. Например, в одном органайзере у меня летние шлепки, и те, и те устарели, плохо выглядят от них, буду избавляться, и положу туда новые шлепки, сланцы, сандалии, которые я приобрела этим летом. Это видео я, эти кадры я снимала в начале лета, извиняюсь за это, поэтому здесь вы можете видеть, что я расслабляю и кладу в шкаф как раз-таки летнюю одежду. Но вы можете делать расслабление абсолютно в любой сезон, потому что это будет то же самое, вы просто меняете вещи, например, не на летний, а на осенний, зимний. У меня в этом шкафу практически все вещи, которые ношу круглый год, с исключением некоторых теплых вещей, которые лежат сверху. Также сверху в шкафу у меня лежит большой кофр с летней одеждой, которую, как я сказала, буду сейчас развешивать. Также я заменяю вешалки по возможности, я очень люблю велюровые вешалки, такие бархатные, они легкие и прекрасно подходят для шкафа, для любой одежды, кроме верхней, потому что слишком тонкие, но с них не скользит никакая одежда, она останется на месте, и я их очень люблю, поэтому у меня их немного, надо будет такие докупить. Складываю вещи, вы видите сейчас такой первоначальный вариант, я буду потом еще разбирать. Здесь же в выдвижной большой полке у меня находятся все худи, свитера, и эту полку я оставляю заполненный весь год. Здесь нечего менять, летней одежды не так много, как я сказала, я не живу в такой жаркой стране. Здесь остаются все теплые кофточки, теплые свитера, а внизу вещи моего мужа, его спортивные штаны, также худи. С левой стороны шкафа у меня также органайзер ОКЕ, я человек-органайзер, как говорит мой муж. У меня оказалось очень много вещей уже на кровати, я взяла два огромных мешка и уже складываю одежду, в которую точно я уверена, что я, скорее всего, ее не буду носить. И вам совет такой от меня, если вы боитесь расстаться с вещами и думаете, что произойдет что-то ужасное, если вы выкинете, отдадите эти вещи, то просто положите их в подвал, на балкон, куда-то в антресоль. И потом, если вы не вернетесь в течение месяца к этим вещам, а я думаю, что вы не вернетесь, ничего оттуда не возьмете, то смело отдавайте эти вещи, продавайте, отдавайте. У нас можно положить в такие баки возле торговых центров, эти вещи пойдут на благотворительность. Смотрю сразу вещи, многие вещи с прошлого лета мне вообще не подходят, в этом году я, мамочка в декрете, кормящая мамочку, поэтому многие вещи, на самом деле, такие смешные, они какие-то даже детские мне показались. Мне кажется, я их не расслабляла лет, наверное, 10. Поэтому безжалостно задаю быстрый вопрос, нравится мне вещь, не нравится, люблю я ее или нет, не избавляюсь. Возможно, кстати, у вас получится расслабиться быстрее, чем у меня. Я же с трудом задавала вопрос, люблю ли я эту вещь, поэтому, как я сказала, возвращалась несколько раз каждый день к вещам, быстренько просматривала и убирала каждый раз еще по какой-то вещи. И потом остался тот самый минимум. Я думаю, что, в принципе, все равно будет, что расслаблять, но я очень много выбросила, целых два этих огромных мешка и еще несколько маленьких. Они пойдут на продажу, на благотворительность и что-то даже в мусорник. Я начала передвигать мои органайзеры с обуви, посмотрела, что там не очень они помещаются из-за длинных платьев. И начинаю менять, смотреть, как лучше все это встанет. Вы, соответственно, смотрите, какое пространство у вас, какой у вас шкаф, гардеробная и как будут вещи смотреться лучше именно в вашем пространстве. В итоге я, конечно же, сбоку повешу платье длинное, чтобы они не мешались. У меня есть несколько очень теплых вещей. Это такой кардиган, он супер теплый, шерстяной, и также мой любимый свитер такого лилового оттенка, очень классный. Он прямо супер зимний, поэтому их я прячу в кофр и сложу туда наверх, в самую верхнюю полку. Переходим в левую часть шкафа. Здесь же у меня в таком органайзере находится одежда домашняя. Складываю все в такие рулончики. Следующий органайзер. Здесь у меня лонгсливы, хлопковую полосочку и аккуратненько складываю. Потом вы увидите конечный результат в конце видео и, конечно же, вещей будет гораздо меньше. Я в итоге выкину еще много всего. Как я сказала, здесь на самом верху у меня тоже органайзер и там оказалась также летняя одежда. Представляете, у меня было целых два огромных кофра с летней одеждой. Я поняла, что в этом кофре не только летняя одежда, здесь также лежат вещи, которые я когда-то расслабляла и решила, что я их спрячу в дальнюю полку и, если не вернусь, то их выброшу. Как вы понимаете, конечно же, я к ним не вернулась, поэтому со спокойным сердцем я их выбрасываю. И даже не думаю о том, сколько денег я выбросила в пустую, потому что эти вещи отслужили свое. Результат сделан, денег не вернуть, поэтому смело прощайтесь. И знаете, самое плохое, что может случиться, как говорится в книге, это то, если вдруг вы выбросите вещь, а потом вдруг по какой-то причине она вам будет нужна. Самое плохое, что может случиться, это то, что вам придется купить новую вещь. Ничего катастрофического не случится, поверьте, поэтому вы можете с легким сердцем избавляться от вещей без страха. В кофр к теплому свитеру и теплому кардигану также докладываю осенне-зимние вещи, это темные юбки, юбки кожзама, другие темные вещи, которые я, понятно, делаю летом, я их не буду носить, я их просто складываю в большой кофр и прячу на верхнюю, самую верхнюю полку шкафа. С левой стороны шкафа на верхней полке я достаю органайзер, в котором с одной стороны лежат халаты, вот этот фиолетовый халат мне был очень дорог, памятен, но, к сожалению, он мне не подходит, я уже давно его не ношу, он у меня маленький, и исходя из той книги, которую я вам рекомендую, там тоже была очень умная мысль, что мы не можем оставить какие-то вещи в память о том человеке, у вас человек остается в вашей памяти, в вашем сердце, но не через вещи, поэтому, если вещь вы не носите, тогда вы можете также от нее избавиться, я в данном случае этот халат, а там в баки положу малоимущим, и разбираю также спортивную одежду, буду расслабляться дальше, майки, органайзер майк, с одной стороны находятся футболки, с другой стороны топики, потом, поскольку я выброшу очень много вещей, у меня останется довольно много места в шкафу, и я повешу майки на вешалку, так как они мнутся, если сложно в таком виде, но складываю я майки по такому принципу, мне кажется, это метод конмари, как раз таки, и складываю их по цветам, мне так больше нравится, так красиво смотрится, посмотрите, эстетически и привлекательно, проверяю хорошо ли они сложены, потому что мне нравится, когда вещи красиво лежат, я тот человек, который всегда складывает вещи в шкаф, никогда не закину туда вещи не сложенные, складываю от центра, рукава, и вот так вот складываю либо руликом, либо же по таким сегментам, получается такой прямоугольник, топиков также очень много, конечно же, я все не ношу, смотрю в зеркало, но от этого красного потом я избавлюсь, многие топики сразу мне не нравятся, я их сразу убираю, складываю, смотрю размер, могу проверить состав, хочется оставлять вещи очень хорошие, здесь также находятся топики, которые я использую зимой и осенью под свитер, чтобы свитер не колол кожу, знаете, чтобы было более комфортно, но эти топики не ношу я летом, поэтому, конечно же, они тут круглый год, я их не убираю, теперь я перешла к шортам, буду складывать свои шорты, велосипедки, хлопковые шорты, в принципе, они не мнутся, поэтому я складываю их тоже таким рулоном, так можно сказать, такими маленькими сегментами, и буду складывать в выдвижную полку в левой части шкафа, надеюсь, вы досмотрели до конца, сейчас вам покажу конечный результат, что у меня получилось, я очень довольна результатом, все очень аккуратно лежит, вещей по минимуму, конечно, можно еще несколько выкинуть вещей, но я довольна, я думаю, что такую ревизию можно проводить раз в полгода, либо когда закончится сезон, смотрите, у меня вещи висят по категориям, сначала платье, потом юбки, там даже одни шорты, которые мнутся, я повесила, топики, майки, рубашки, кардиганы, жакеты, и в конце брюки, обувь также сложена, органайзер с одеждой, которую я ношу, но которая не грязная, тут также я положила одну джинсовую юбку, она не мнется, и поэтому она лежит здесь, рядом с джинсами, сверху на самой верхней полке у меня лежит кофр с одеждой летней, которые я хочу оставить на следующий год, по всем принципам, расслабление так нельзя делать, но эти вещи я безумно люблю, здесь есть платья, ажурные топы, одни брюки, пока я не могу их надеть, так как я еще кормлю грудью, и здесь они не очень удобно открываются, я надеюсь, их одену попозже, поэтому здесь все аккуратно сложила, и вещей, видите, немного он не заполнен, до краев этот органайзер, дальше у меня идут халаты, один теплый халат, и два таких тонких спортивной одежды, здесь спортивные кофты, спортивные бра, штаны, майки, полка ниже, справа у меня органайзер, здесь разные хлопковые лонгсливы, такие, полосочку, также люблю лонгсливы, футболки удлиненным рукавом, так можно сказать, и слева находится домашняя одежда, в дальнем углу там худи, юбки, платья, и также на более ближнем виде вы можете видеть штаны спортивные и леггинсы, которые я также ношу дома, когда прохладно, не летом, но они там круглый год, я их не убираю, здесь у меня лежат майки, посмотрите, как мало осталось, там на заднем плане топики, я их разложила, пыталась по цветам, по назначению, сначала до топы под свитер, потом до топы на лето, и вот здесь на переднем плане майки, но это майки, которые я буду носить дома, вот, я складываю вещи не так, как домашняя одежда и одежда на выход, а по категориям, здесь у меня нижнее белье, мои бра, полка ниже, я разложила более аккуратно, здесь у меня справа ночнушки, и слева такие комплекты, где шортики и топик, чтобы спать, полка ниже находятся шорты, которые мы вместе с вами складывали, дальше там ремни, два слитных купальника, и всего два купальника раздельных, белый и черный, в самой нижней полке у меня находятся носочки, на заднем плане теплые носочки, и справа колготки у меня в упаковке, и также спасные носочки, в шкафу посередине, сверху, в левой части, можно увидеть также большой кофр, и здесь я уже спрятала сезонную одежду, то есть теплый кардиган, теплый свитер, темные юбки из кожзама, таких глубоких оттенков, я их буду носить осенью, зимой, ну не юбки, а например джинсы, я все это попрятала, и когда будет холодно, я их достану, найду место, и поменяю вместе с летней одеждой, в шкафу на вешалке все выглядит так, я развешивала все по назначению, по цветам, от темного к светлому, в левой части шкафа, сначала у меня идут черные платья, потом темно-синее платье, серое, и уже по оттенкам к светлым, потом идут длинные юбки, очень люблю юбки, миди, атласные, так они наверное называются, потом у меня одна здесь юбка из кожзама, которая подходит на летний период, и одни шорты, которые у меня из льна, они мнутся, поэтому я их также повесила здесь, дальше идут нарядные топы, их всего два, тоже они висят здесь, я не стала их складываться в рулон, положила тут, и у меня майки все хлопковые, которые я одеваю там на улице, на выход, это не домашние майки, тоже по цветам, сначала у меня в правой части идет, от светлого к темному, мне так удобнее развешивать, и у меня было место, были свободные вешалки, развесила все на вешалке, чтобы они не мялись, всего три рубашки хлопковые, и вот эта бежевая, она у меня льняная, дальше кардиганы, я их оставила на лето, не стала убирать, потому что вдруг пригодятся, вдруг будут какие-то холодные дни, также два жакета, один на такой черный жакет, и брюки бежевые, вот так все выглядит, я очень довольна результатом, корзиночка, органайзер такая, куда я складываю одежду, которую я носила, но которая не грязная, и смотрите, внутрь я положила, такую бумажку, это ароматизированная бумажка, они продаются специально, для того, чтобы ароматизировать ваш шкаф, но она, если честно, не дает особого аромата, я думаю, что надо положить, всю эту книжку с бумажками, там очень много листочков, и можно положить целую книжку туда, я думаю, тогда аромат будет лучше, вообще, напишите в комментариях, как вы освежаете шкаф, здесь в кофре, я ничего не меняла, потому что у меня там обувь чистая, помыта подошва, здесь все аккуратно лежит, кажется так, что накидано, там в каждые сапоги, я запихнула по,